Традиционная китайская медицина имеет более чем двухтысячелетнюю историю и считается национальным достоянием страны. Накопленное за все это время знания и опыт сейчас используют во всем мире. Один из самых ярких примеров успеха традиционной китайской медицины – Нобелевская премия фармаколога Ту Ю Ю за разработку вакцины от малярии, которая спасла миллионы жизней. В июле вступил в силу закон КНР о традиционной китайской медицине, который приравнивает ее к западной. Но не все знают, что китайская медицина – это не только иглоукалывание и массаж, но и уникальные теории и практики разных народностей. В КНР около 500 тысяч специалистов в этой сфере. Сегодня мы начинаем серию репортажей о разных этнических школах традиционной медицины. Первый рассказ о врачевателях народности Дай из провинции Юньнань. Перед тем, как принять пациента, врач народности Дай Бо Ханьян проводит ритуал почитания предков. Он верит, что они помогают ему исцелять людей. Уже 25 лет и местные жители, и приезжие просят целителя избавить их от боли в суставах или снять головную боль. Большинство людей приходят ко мне после безуспешных попыток сохранить здоровье с помощью западной медицины. Они верят в меня в силу этнической медицины Дай. Но я беспокоюсь о будущем своего дела, так как все меньше молодых людей хотят продолжать народные традиции врачевания. Народная медицина Дай считает, что человеческое тело состоит из четырех основных элементов – ветра, огня, воды и земли. Болезнь возникает, когда нарушается их баланс. Для лечения заболеваний используются редкие травы и другие растения. Я вдруг почувствовала себя плохо. У меня постоянно стал болеть живот, была ломота в костях. Пришлось пойти в больницу. После лечения в нескольких из них болезнь не отступила. Здесь я приняла уже пять травяных ванн и теперь чувствую себя намного лучше. Ай Хан Дянь отвечает за подготовку врачей в этнической больнице Дай в провинции Юньнань. Он лечь научит их собирать необходимые для лечения травы. В списке более 250 наименований, но в настоящее время большая часть из них находится под угрозой исчезновения. Активная человеческая деятельность, а также разрастающиеся банановые плантации, катастрофически сократили площадь лесов. Кроме того, местные жители имеют недостаточное представление о необходимости защиты экологии. Поэтому теперь в поисках необходимых трав мы вынуждены долго бродить по лесам. Традиции целительства народности Дай уже более двух с половиной тысяч лет. А в 1983 году они были официально признаны этническим наследием. Любопытно, что даже здесь есть место для инноваций. Одно из китайских фармацевтических предприятий запустило в производство пять видов запатентованных лекарственных средств. Генеральный директор компании Ван Дзянь считает, что необходимо и дальше двигаться в этом направлении. Администрация провинции Юнань в рамках системы медицинского страхования перечислила средства на традиционную медицину Дай. Это значит, что лечение Дай сможет выбрать большее количество пациентов. И я призываю власти делать еще шаги с тем, чтобы способствовать популяризации альтернативной медицины. По мнению практикующих врачей, будущее народной медицины за молодыми. Они должны изучать богатое наследие предков и обогащать традиции современными знаниями.